МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы мобилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром, не помню, редактор позвонил, привезли мне каску, по-моему, и респиратор. В кругах журналистов ходили такие разговоры про то, что нужно как-то обезопасить себя во время съемки. Но я это все равно воспринимала как, да, ну, в Беларуси не будет никогда. Это скорее... Ну да, конечно, было немножко нервозно, но вряд ли. Первый месяц после выборов мы работали в режиме 24 на 7, без выходных, потому что событий было очень много. Сейчас я не имею права иметь свое мнение. Я не имею права иметь свое мнение. Понимаете? Я не хочу убийства, я не хочу зла, я не хочу насилия. Но я хочу слабо-то иметь свое мнение. Сказать, что наш король бог. Работать без интернета было очень сложно, потому что редакция всегда хочет снимки. То передать снимки в редакцию можно было только добежав до практически единственного места в Минске, где был интернет. Мой редактор вот это быстро, оперативно, иногда в худшем качестве. Есть понимание здесь и сейчас. Здесь тянет интернет? Ну, тут тянет интернет. Притом прекрасно. Я вот за секунду все отправила. В прошлый раз мне дали пароль. Теперь я бессовестно пользуюсь их без пятипринимства. Издание, в котором я работаю, забрали статус СМИ. То есть сейчас я не могу легально работать на несанкционированных массовых мероприятиях, которые происходят. Я автоматически становлюсь не журналистом, а участником акции. Когда ты один, ну, действительно страшно. Если ты видишь коллег кого-то, ты на них смотришь, я не знаю, как на мать родную иногда, потому что ты такой, о, все, я не один. Сейчас, то есть, я живу в страхе, что за мной придут. Однажды мне позвонили в домофон в полночь. И я просто пережила вообще какую-то, не знаю, паническую атаку. Никаких гарантий нет. Не передамся! Отпусти меня, пожалуйста! Отпусти! В случае неподчинения сотрудникам милиции будем вынуждены применить физическую силу и специальные средства в соответствии с законодательством. На третий день протестов я поняла, что жилетка прессы, которая на мне была, что она уже больше не какая-то защитная жилетка, а это мишень. Потому что мы понимали, что мы снимали с верхних точек, понимали, что идет охота на журналистов. По обычному сценарию подъехал бус, выбежали люди и побежали в нашу сторону. И они, ну, они стреляли во всех. И я получила пулю. Когда я снимала такие брутальные задержания, когда в течение, не знаю, минуты на моих глазах или больше избивает ОМОНовец человека протестующего. Эмпатия есть, но мне кажется, в такие моменты все отключается. Шакалы! Люди стали по-другому относиться к журналистам. Очень трепетно, с благодарностью. Сколько людей нас прятало, сколько людей нас подвозило, сколько людей там воду приносили. Я помню, как прятался в одной из квартир. Женщина говорит, ты никуда не пойдешь. Отдохни, поешь, можешь в душ сходить. Та солидарность, которая вот сейчас в обществе становится, не знаю, каким-то фундаментом вообще вот этих изменений, да, мне кажется, она вот распространяется на разные сферы. То есть и на сферу журналистики тоже. Все журналисты — это одна большая редакция, потому что журналисты «Радио Свобода» готовы помочь журналистам «Тутбая», журналистам «Нашей Нивы», «Еврорадио». То есть все готовы друг другу помогать. Вся эта ситуация, которая сложилась у нас в стране, вот этот весь политический кризис, ну, он, наверное, подчеркнул роль вот этой независимой журналистики, потому что ты когда включаешь телевизор, если раньше ты понимал, что там что-то не совсем так, как в реальности, то сейчас ты включаешь телевизор и понимаешь, что это вообще другой мир. Мы показываем то, что происходит, вот когда там у власти эти люди, если там к власти придут другие люди, мы точно так же будем показывать, что происходит. Это, ну, как бы мы не будем видоизменяться, у нас не появится новая этика, новые принципы работы. Я считаю, что это вообще нет, я имею в виду мое право человека на правду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok